Заправка реактивного двигателя с зелеными водорослями. Миф или реальность? Часть 2. В прошлом выпуске мы увидели то, что биотопливо из микроскопических водорослей является дешевым источником энергии. Такие водоросли быстро растут, а полученное биотопливо способно полностью заменить нефтепродукты уже сейчас. И в отличие от других альтернативных источников энергии, для такого биотоплива не нужно производить замены двигателей и создавать новые промышленные комплексы. Джонатан Трент предложил интересную технологию под аббревиатурой Омега для выращивания водорослей, живущих в пресноводной среде. Это камера из гибкого дешевого материала объемом 1700 литров, которая наполняется сточной водой и водорослями, а затем опускается под воду прибрежных морей. Материал конструкции позволяет проникать солнечным лучам. Перемешивание водорослей и воды в камере происходит за счет движения волн. Также циркуляции способствует гибкая система пластиковых труб в устройстве. Водоросли, перерабатывая углекислый газ, выделяют кислород. Чтобы они не задохнулись от недостатка углекислого газа, было разработано вертикальное отделение, в котором часть воды постоянно отсасывается, насыщаясь углекислым газом, а затем снова возвращается обратно для циркуляции. Также была разработана возможность, чтобы водоросли оседали, накапливая биомассу, и их легко можно было собрать. Устройство является собой самодостаточную систему, состоящую из двух отдельных модулей на случай повреждения одного из них. Крошечные микроводоросли производят большое количество топлива. К примеру, на поле размером 4000 квадратных метров за год можно вырастить соевые бобы и получить с них 190 литров биотоплива. На таком же участке микроводоросли, в зависимости от их вида, производят от 7500 до 19000 литров биотоплива. Некоторые виды водорослей являются самыми быстрорастущими растениями на планете, и их использование открывает широкие возможности для человечества. Джонатан Трент провел исследование в созданной им лаборатории в городе Санта-Круз, в Калифорнии, на одном из рыбных хозяйств, в городе Сан-Франциско, на заводе по переработке источных вод и на испытательной площадке в морской лаборатории МОС Лендинг в заливе Монтерей, и подтвердил эффективность технологии. Его команда продолжает проводить исследования как в сфере изучения водорослей и их естественных способов ускорения их роста, так и в сфере модернизации устройства. Его функциональности и интеграции в уже существующие системы. Команда открыта к помощи специалистов и всех тех, кто готов сотрудничать для реализации своего проекта во благо человечества. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования биотоплива из водорослей. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobachka.geocenter.info с пометкой «Для климат-контроля». Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.